Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. В своих видео я рассказываю о том, куда инвестируют люди, куда надо инвестировать, где надежные инвестиции и куда инвестируют богатые. А вот интересно, куда инвестируют бедные люди? Давайте проанализируем. Богатые люди, как я говорил, инвестируют в структурные ноты. Это валютный инструмент, который дает повышенную доходность и достаточно высокую надежность. Структурные продукты. Это на порядок ниже, значит, там инвестиции, возможно, от 100 тысяч, от 250 в основном тысяч рублей можно инвестировать. Но это структурные продукты с защитой капитала. С небольшими деньгами можно инвестировать, я рассказываю, в облигации, в ОФЗ, например. Уже доход выше, чем в любом Сбербанке. Можно инвестировать в корпоративные облигации. И я рассказываю о том, как это делать и о том, как это делать с наименьшим риском. Ну и акции. Там уже доходность может быть намного выше, но, тем не менее, там надо разбираться. И я советую, опять же, модельный портфель, в который многие-многие люди подключились благодаря мне. Максимальная доходность, которая была вот по этим рекомендациям, ну, скажем, это в акциях, и, если уж говорить о надежных, в более-менее инвестициях, это модельный портфель, который дал два года назад 34% годовых за год. А в прошлом году 20% за год дал модельный портфель. Сейчас он пока с февраля месяца, ну, опять же, в просадке, как и в прошлый раз. Но доходности такие 20-30% годовых. И многие люди говорят, слушайте, ну, не такие же большие доходности. И есть предложения в интернете. 30% в месяц. 20% в день. Можно сделать. Легко. Люди говорят, ну, вы что, лохи, что ли? Вообще, значит, инвестировать в какие-то акции дурацкие, которые, значит, там и доходность-то не дают, а тут можно заработать за один день вообще море. И вот как раз эти предложения предназначены для бедных людей. И там тусуется очень много веселого народа. Форекс, бинарные опционы, какие-то хайпы, какие-то волшебные кошельки, криптовалюты. Прямо сейчас все с ума сходят. Говорят там, типа, вообще, вот, можно заработать бешеные бабки. Вот. Но о том, что, когда я рассказываю про акции и прочее, бедные люди говорят такие, ну, там же можно потерять, акции могут упасть, акции могут упасть. Но потом они видят, что, блин, что-то не так, что, так сказать, акции-то растут. Вот. И надо вложиться там, где максимальный рост. И вкладываются как раз вот в такие инструменты, которые дают максимальный рост. То есть, форекс, бинарные опционы и так далее, и так далее, и так далее. Всякие лохотроны. Это все удел бедных людей. В чем разница? В том, что, да, действительно, есть много инструментов, которые могут, в принципе, теоретически дать высокую доходность. Но закон таков, что чем выше доходность, тем выше риск. И поэтому бедные люди всегда выбирают, всегда выбирают бедные люди инвестиции с максимальным риском. Вот просто с максимальным-максимальным риском. А богатые люди выбирают инвестиции, наоборот, надежные, с минимальным риском и достаточно высокой доходностью. Грубо говоря, богатые вкладываются в надежные инструменты, а бедные люди вкладываются в лотерею. Богатые люди не покупают лотерейный билет, потому что знают, что в среднем там проигрыш. Бедные сплошь. И подпитываются всякими сообщениями, что вот такой-то человек выиграл, купил случайный билет, выиграл миллион долларов, и так далее, и так далее, и так далее. Это сплошь и рядом происходит. И смотрите, в чем соль. Дело в том, что это неисправимо. Даже если бедный человек выигрывает бешеные деньги, он эти бешеные деньги тут же вкладывает в эти же инструменты, которые принесут еще большую прибыль. И в результате проигрывает все. И опять становится бедным. И еще один момент. Давайте подумаем. Может быть, все как раз наоборот. Не богатые выбирают вот такие надежные инструменты, а бедные и ненадежные. А потому богатые и становятся богатыми, потому что они выбирают надежные инструменты, а бедные выбирают крайне рискованные инструменты. То есть связь абсолютно обратная. И бедные люди рассчитывают на очень быстрый выигрыш. И я хочу быстро разбогатеть. Это моментально, это легко. Потому что вот я сейчас вложил рубль, купил лотерейный билет и выиграл миллион. Но факт тот, что для того, чтобы стать богатым, для того, чтобы иметь много денег, никто не отменял законы. Надо работать. Нужно терпение. Нужно работать в одном направлении. И самый лучший метод, вот я предлагаю все-таки начать, даже если у вас нет денег, вы как бы, ну, можно сказать, бедный, да? Но я предлагаю начать именно с тех инвестиций, которые выбирают богатые люди. Для того, чтобы стать богатым, для того, чтобы было много денег, надо выбирать только надежные инструменты. Если у вас недостаточно еще много денег, вы, я советую вам, инвестировать, открыть брокерский счет и инвестировать ОФЗ. Если у вас будет чуть побольше опыта, я об этом рассказываю, как это сделать, покупать. Корпоративные облигации уже, но очень надежные. Я об этом рассказываю. И на своих курсах рассказываю. У меня есть видео. Корпоративные облигации. Там доходность до 30%, ну, до 20% точно уж надежные они будут. Покупайте. И анализируйте, какие акции можно купить. И покупайте акции. Там надежность еще выше. Но надо знать, какие. И когда покупать. И если вы начнете руководствоваться вот этим, то есть выбирать для того, чтобы сохранить деньги, надежные инструменты, то вы становитесь на тот путь, который, в конце концов, приведет вас к богатству. К хорошим большим деньгам, к достатку и к хорошему пассивному доходу. Если вы будете выбирать те инструменты, которые сулят высочайшую прибыль, но при этом с высочайшим риском, то в любом случае этот риск, он один раз не сработал, другой раз не сработал. Но если рассматривать много раз, то когда-нибудь он сработает. То есть когда-нибудь вы обязательно обанкротитесь, если вы выбираете инструменты с максимальным риском. Выбирайте для того, чтобы сохранить деньги, максимально надежные инструменты. Пусть будет доходность невысокая, выше чем в банке. Она выше, чем в инфляции. Но вы начнете в этом разбираться, и ваши деньги начнут расти. Медленно и верно выбирайте этот путь. И о том, какие акции выбирать, как покупать облигации, что для этого нужно делать. Просто открыть брокерский счет и научиться покупать, научиться выбирать те необходимые инструменты, которые есть. И это необходимо. Это делают во всех развитых странах практически все. Все, кто не бедные, они инвестируют в фондовый рынок. И именно об этом я рассказываю на своих курсах. Поэтому ссылочку сейчас вы видите. Запишитесь. Пройдите эти курсы. Если там модельный портфель, то это абсолютно бесплатно. Вы откроете брокерский счет. Вы пополните его, и вы сможете начать инвестировать в модельный портфель. Вполне надежно, вполне хорошо. Бесплатно. Если за деньги, то вы установите себе биржевой терминал и начнете торговать уже осмысленно, уже другими инструментами. Вы сможете самостоятельно принимать решения. Я надеюсь, что вы примете правильное решение и нажмете вот эту ссылочку. До встречи. С вами был Демитков Юрий.